МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Смотрите сегодня. Из школьной столовой к врачу-инфекционисту. Более 20 чебоксарских школьников получили пищевое отравление. Я в полицию пошел, пусть меня научат. 10 лет готовит патриотов детская академия блюстителей порядка. Человеку труда посвящается, что по силам настоящим хозяевам земли. Начнем выпуск с чрезвычайной новости. Массовое отравление учеников в Чебоксарской школе номер 43. Сейчас этим занимаются правоохранительные органы и Роспотребнадзор. С последними новостями Ольга Пырочкина. Тошнота, рвота, повышенная температура. Вот так. Для ряда учеников Чебоксарской школы номер 43 закончились во вторник уроки. Сначала стало известно, что с признаками кишечной инфекции в больницу попали три ученика школы 9, 11 и 13 лет. К сегодняшнему утру, 27 октября, говорили уже о двух десятках заболевших. И это только по официальной информации. С 26 по 27 октября текущего года зарегистрировано 21 обращение детей из числа учащихся в общеобразовательной школе номер 43 города Чебоксара медицинской организации. Из них у 23 детей обнаружены признаки пищевой токсикой инфекции. Врачами оценено состояние как средней степени тяжести. И семеро детей были госпитализированы в наши инфекционные стационары города Чебоксара. На сегодняшний день жизни детей ничего не угрожает. Состояние оценивается как ближе к удовлетворительному. Дети готовятся к выписке, получают необходимое лечение. Мы ждем анализы. И в ближайшие дни нам уже специалисты подскажут, какой возбудитель. Причиной недомогания стал обед 25 октября. Возбудители определят, в ближайшее время отметили в Роспотребнадзоре. А вот ряд грубых нарушений уже выявлен. Организация питания осуществляет общество с ограниченной ответственностью Кулинар Плюс. И при этом были выявлены такие нарушения, как нарушение условий хранения пищевых продуктов. Вместе с готовыми продуктами хранились овощи, в частности томаты. При приготовлении блюд нарушались правила обработки овощей для приготовления салатов. Нарушались сроки хранения готовых блюд. В частности, обед от 26 октября и от 25 октября хранился около 4 часов. По правилам допускается хранение готовых блюд не более 2 часов. Нарушались правила обработки посуды, раздаточные линии, холодильные витрины для хранения салатов и кассеты для хранения столовых приборов были просто грязные. Кроме этого, мы обследовали всех сотрудников пищеблока на наличие возбудителей острых кишечных инфекций. Медицинские работники взяли под свое наблюдение всех контактных детей и работников школы. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователями с участием специалистов Роспотребнадзора тщательно осмотрено столовое указанное учреждение, изъято образцы пищи и воды, а также иные необходимые объекты для проведения дальнейших химических исследований и выявления источника возбудителя инфекции. В школе продолжаются противоэпидемические мероприятия. В ходе следствия также будет дана соответствующая правовая оценка действиям ответственных должностных лиц. Будут приняты меры по установлению причин и условий, способствовавших совершению указанного преступления. И школа, и предприятия питания теперь будут на особом контроле Роспотребнадзора и Минздрава. Учеников на несколько дней раньше отправили на осенние каникулы. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Расиль Мухаметов, Игорь Зверев, Республика. К другим новостям. Детская полицейская академия отпраздновала 10 лет со дня образования посвящением в кадеты юных слушателей. Поддержать первокурсников в этот день пришли их родители и выпускники, которые еще совсем недавно сами носили погоны. О церемонии принятия клятвы и не только. Юлия Важанина. Становись, поравняйсь, смирно. Теперь в рядах детской полицейской академии столицы Чувашии стало на 70 воспитанников больше. Новоиспеченные кадеты, одетые в формы с иголочки, произнесли очень важные для них слова. В присутствии одноклассников, родителей, педагогов и ветеранов каждый из ребят поклялся быть преданным родине, с достоинством нести высокое звание слушателя детской полицейской академии и получил первые в своей жизни погоны. Вы считаете, что сегодня небольшой шаг, первый шаг по городу жизни, вы дали гляд. Желаю вам хорошо учиться, достигать хороших результатов своей подготовки, специальной подготовки, ну и хорошо заниматься физически. Помните о том, что секундатель Слава Павловича требует больших нам во всех сферах нашей жизни. Я имею в виду науки, в том числе техники, поэтому желаю вам успехов. Поздравляю вас! Вот уже 10 лет детская полицейская академия готовит будущих военных. Изучение основ российского законодательства, уголовного, административного, трудового и гражданского права. В течение двух лет специалисты обучают ребят. Большое внимание в академии уделяется физической и огневой подготовке. Мне нравится, потому что цеплины есть, строевая подготовка. Я хочу подавать взрослым немаленький пример, чтобы защищать Родину, наш народ. Кстати, защищать Родину мечтают не только мальчики, но и девочки. Я выбрала военную академию, так как это моя очень давняя мечта. Я ее наконец-то осуществила, и я очень этому рада. Так как военная, это очень перспективно. Физическая подготовка должна быть очень хорошей, и мы очень стараемся, мы ходим постоянно на тренировки. Праздничный концерт в честь юбилея академии продолжил торжественный вечер. Благодарственные письма и медали вручили старшим методистам детской полицейской академии. Но на протяжении всего вечера ни на минуту не забывали, о главных виновниках торжества – кадетах. Хочу выразить слова благодарности родителям и вот этим ребятишкам, юношам и девушкам за то, что они выбрали этот путь. Этот путь непростой. Поведение, дисциплина, культура, нравственные ценности, духовные ценности, дружба, товарищество, честь, верность клятвия, верность к присяге. С этой точки зрения, вот эти слова, они на самом деле, которые я перечислил, являются сегодня ключевыми, и от этого на самом деле в нашем обществе будет всегда стабильным. Юлия Важенин, Олег Якимов, республика. Дорога человечества к дружбе и межнациональному согласию трудна и длинна. История цивилизации это наглядно иллюстрирует. И даже сегодня, в 21 веке, мы понимаем, как далеки наши отношения от совершенства. Сократить путь можно, если начать общаться на понятном всем языке, например, на языке культуры. Межрегиональный форум, посвященный вопросам культурного взаимодействия, открылся в Чебоксарах. Участниками форума «Через культуру к согласию народов» стали более 200 человек. Деятелей культуры, литературы и искусства, мастеров декоративно-прикладного искусства, кинематографистов. Своих делегатов прислали Башкортостан, Дагестан, Карелия, Акасия, наши соседи по Приволжскому округу, Киргизия и Республика Молдова. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы заявить, что мы едины с духом преданности своему Отечеству и ценностям дружбы и единства наших народов. Мы едины в своем патриотистском стремлении утвердить величие России, ее граждан и народов. И для этого нам надо быть всегда вместе. Сегодня в мире проживают более 250 наций и народностей, и больше половины из них представлены в Чуваше. Совсем недавно в нашей Республике создана Ассамблея народов, постоянная действующая организация, задача которой – укреплять добрососедство и взаимопонимание в обществе. Проведение этого форума в Чуварской Республике – не случайное явление. Почему? Потому что в Чуварской Республике делается очень много для того, чтобы были межконфессиональные и межнациональные согласия. Форум «Через культуру к согласию народов» – это множество круглых столов, посвященных вопросам взаимодействия, расширению культурного пространства, необходимости сохранения национальных языков и традиций, мастер-классы ведущих народных мастеров и художников, прикладников, выставки, кинопоказы. Ожидается, что после форума совместных проектов в этой культурной сфере станет больше. Елена Гальперина, Игорь Зверев, Республика. Нет фанфурикам. Сегодня утром в Чебоксарах на улице Чернышевского демонтировали киоск, где, несмотря на многократные предупреждения, продавали спиртовые настойки. Проблема открытой и фактически круглосуточной продажи спиртовых настоек, которые некоторые граждане приноровились употреблять внутрь, неоднократно поднимал глава Чувашии Михаил Игнатьев, настаивая на принятии конкретных мер. После жалобы горожан, что в киоске на улице Гагарина в Чебоксарах продаются фанфурики, торговую точку закрыли. Сегодня еще одним пунктом продажи спиртосодержащих веществ стало меньше. Работа в данном направлении ведется. Также нормативными актами города закреплена ответственность за продажу фанфуриков в нестационарных торговых объектах, на основании чего у нас есть полное право их закрывать. То есть работу в данном направлении управление по развитию потребительского рынка и предпринимательство ведет активно. В ближайший месяц еще пять киосков будут демонтированы. Владельцам уже направлено уведомление от горком имущества. Их фронт работ – бескрайние поля и луга. Их оружие – трактора и комбайны. 28 октября в республике отметят День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Для Чувашии, как для аграрного региона, этот праздник особенный. Наша съемочная группа побывала в Красночитайском районе и узнала, в каких условиях трудятся нынешние фермеры. Рабочий день фермера Николая Лисаева начинается ранним утром. Дел всегда много – покормить скотину, подоить коров, проверить курятник. Кстати, последний – особая гордость агрария. Он рассчитан на 150 кур. В каждой ячейке размещено по 4 птицы. В клетке есть специальные поддоны для корма и яиц. Куры, утки, гуси, свиньи, коровы и молодые бычки. Николай Иванович поднял фермерское хозяйство за 4,5 года. Купил разрушенное банкротство хозяйство, механизированный ток. Обновил, начал с 300 гектаров. Сейчас дошел до 1100 гектаров. А зимой посели где-то 450 гектаров. И зябзил на 550 гектаров. И 100 гектаров у нас под чистый пар лежит. Но техники у нас все новые. Рабочие у нас энергичные, молодые. Производство зерна – еще одно направление работы хозяйства. В этом году его удалось собрать 1300 тонн. Подчинение Николая Ивановича 12 человек. Работники его любят, ценят и уважают. А когда в товарищах согласие есть, дело спорится. Секрет успеха в людях. Работающих в людях. Вот на сегодня у нас в коллективе пьющих нет. Они работают, свою работу выполняют от души. Николаю Лисаеву удалось сделать практически невозможное. Вдохнуть новую жизнь в заброшенное производство. На достигнутом останавливаться не собирается. В планах построить фирму на 400 голов и засеять новые площади. Аграрий убежден – таких, как он, может быть больше. Для этого есть все необходимое. И земля, и рабочие руки, и новые технологии, и поддержка государства. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика. Актуальные вопросы сельской жизни, развитие частной инициативы в аграрном секторе, сохранение традиционного уклада жизни обсуждали сегодня на форуме «Шигарданский диалог». Об этом мы расскажем завтра в информационной программе «Республика». А в эти выходные на нашем телеканале «Премьера» в новом сезоне в эфире национального телевидения «Чуваши» появится много новых передач. Среди них авторская программа Татьяны Филатовой «Стеклянный дом». По-прежнему считаете, что далеке от творчества, а рукоделие у дел особенных, мы докажем обратное. В нашем «Стеклянном доме» найдется мастер-класс для каждого из вас. Вооружайтесь необходимыми материалами и хорошим настроением. С нами творчество станет доступным. В это воскресенье, 30 октября в 19 часов, вы узнаете, как приобщить своего ребенка к искусству, не выходя из дома. Вместе с художником-конструктором Чувашского государственного театра «Кукол» Евгением Тауркиным мы создадим домашний теневой театр и попробуем разгадать тайну жизни театральных кукол. В воскресенье у меня с утра звонят перед началом спектакля. Говорят, что нужно срочно прийти, куклы поломаны, как будто пока никого не было в театре, куклы что-то не поделили, подрались друг с другом, и вот мне пришлось их ремонтировать. Так что куклы, да, иногда бывают, живут своей жизнью. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Напомним, наши программы и новости вы можете смотреть на нашем сайте nrk21.ru. Я с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин